Ну и наша традиционная рубрика, а что там у нас на границе. И действительно стоит обратить внимание, потому что на границе Лукашенко не собирается переставать терзать Польшу. И именно так это сегодня ночью и выглядело. Снег, темень, холодина жесточайшая, жесточайшая, да. И вот в эту холодину Лукашенко и его псы погнали очередной караван мигрантов штурмовать польскую границу. В районе Черемши более 200 мигрантов силовым образом прорывали через границу. Им подсвечивали, так сказать, дорогу инфракрасным цветом и стробоскопами, чем угодно, лазерами. Белорусские, так называемые, силовики, а точнее слабовики Лукашенко. Чем закончился этот прорыв, прорыв, так сказать, в Польшу? А закончился он ничем. Всех завернули назад, по-моему, пятерых задержали, допросили, выяснили, что там происходит и тоже вернули назад. То есть, как они были в Беларуси, так они в Беларуси и остались. Теперь по количеству нелегальных мигрантов Лукашенко в стране. Сколько их в Бресте, в Минске, в Гродно, учету не поддается. Зато сколько их на границе, в принципе, понятно. Более-менее от четырех до четырех с половиной тысяч. Из них около двух тысяч на сегодняшний день находятся в этом злополучном таможенном терминале, в этом складе пятизвездочном, где их там напихали, как сельдей в бочке. Ну, правильно, за те деньги, что у них взяли, там, с кого четыре тысячи долларов, с кого десять, с кого пятнадцать тысяч долларов. Как раз вот условия, я так понимаю, пятизвездочной гостиницы с одним туалетом на две тысячи человек. Самое то, да. Так вот, там они находятся, в этом терминале около двух тысяч человек, а остальные находятся в лесу просто-напросто. Причем я вот смотрел присыланное мне видео, ребята, там просто снег. Я сначала даже не понял, что там люди находятся, честно. Я просто видел пеньки какие-то, покрытые снегом. Оказалось, это мигранты, которые лежат непонятно, то ли на ветках, то ли вообще на голой земле, все, прикрытые практически ничем, кто одеялом, кто просто курткой. И на них где-то сверху сантиметр снега. Ну, у меня, честно говоря, аж, понимаете, теряется дар речи, чтобы описать вот эту картину. То есть, я просто даже вот подхожу с точки зрения самих этих людей. Да, они могут быть там нехорошими, они могут там хотеть жить в Германии на шару и так далее, и так далее. То есть, да, они вот изначально рассчитывали как-то там по-левому пролезть в Германию. Но с другой стороны, вот посмотрите, да, они отдали кто три, кто пять, кто пятнадцать тысяч долларов этому Лукашенко. Ну, за пятнадцать тысяч долларов, за три тысячи долларов даже. Ты вот получаешь в той же Турции, да, хорошую четырехзвездочную гостиницу, да, со всем питанием, ну, со всей бойдой вот этой вот. Вот. А, да даже не за три тысячи долларов, за семьсот, за восемьсот долларов сноса, а эти платили тысячи. И спят они, как результат, вот, деятельности туристического агентства имени Лукашенко, они спят в лесу, просто на траве, припорошенной снегом. Ну, 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 у меня просто слов нет. Это уже за гранью добра и зла, за какой-то гранью вообще понимания ситуации. Это уже просто полный аут. И они находятся там, без всякой возможности оттуда выбраться. Самолет за ними из Ирака почему-то вчера не вылетел. Это непонятно почему. Порядка семисот человек уже записались на обратный рейс в Ирак. Но самолет не вылетел. Самолет не вылетел, и что там произошло, не знаю. То ли его Беларусь не принимает, то ли сломался самолет. Это мне неизвестно. Факт тот, что этих семьсот человек никто никуда не повез. Они так и остаются в Беларуси. Их даже не выпускают из приграничной зоны. То есть, понимаете, вот вообще наглость такая, да? Вот с точки зрения даже закона. Ты дал людям туристическую визу. Туристическая виза подразумевает, что они могут шататься по всей территории страны, ну, кроме как раз погранзоны. Вместо этого ты их запираешь в погранзону, где им вообще не место. Их же насильно туда завезли. А вот посмотреть Салсберийский собор, да, в центре Минска, ты им не даешь. Ну, как-то вообще, понимаете, это все за гранью, что называется. То есть, ну, Беларусь под руководством Лукашенко становится страной. Это какой-то антимир. Антимир, причем если в других странах какие-то проблемы, вот в Украине навалом проблем, да, коррупция, шморупция, что хочешь там, да, деньги воруют, еще что-то, еще тупизм какой-то, то в Беларуси это вообще запредельные какие-то проблемы. Это просто антимир. Какая там коррупция? Коррупция это еще было бы хорошо, но вот такие вещи, когда смотришь и слышишь, ты понимаешь, что это параллельная вселенная. Вот. То есть, ребята мои, скажем так, что ситуация ничем не меняется. Как штурмовали польскую границу, так и продолжают штурмовать. Одно только хочется сказать, что поляки там грозились закрыть границу, если вот ситуация на границе не изменится. Как по мне, ситуация вообще не поменялась, как ее штурмовали, так и штурмуют. Вопрос, где закрытие границы?